Я на солнышке лежу, и на солнышках лежу, всё лежу и лежу, и никому я не жужу. Да, Люша? Ой, вот так целый день где захотела, там и упала. Шла-шла, брык, всё. Обходите меня стороной, как хотите. Да, Люша? Плюша, пошевелись хоть. Понятно. Ещё раз всем большой привет, доброе-доброе утро. Ну, у нас утро раннее, у кого-то может быть день, у кого-то ночь. Вот, друзья, прежде чем я займусь сейчас домашними делами, мне нужно готовить обед, я хочу ответить на три вопроса, которые поступили под последним видеороликом. Значит, Оксана Горшкова спрашивает, Наталья, расскажите, пожалуйста, как правильно исповедоваться и причащаться? Оксаночка, я вам так скажу, я не хочу никого учить, да, я не хочу давать никаких советов, вот, я вам могу только рассказать, как делаю это я. Как правильно исповедоваться? Главное, чтобы это всё было от души. Церковь — это лечебница, да, и, приходя на исповедь, вы должны, ну, открыться, как бы, полностью, да, всей душой. Священник — это как проводник между Богом и нами, да, и вы священнику должны рассказать всё о наболевшем. Вот, если вы не можете проговорить это своими словами, как, например, было у меня в первый раз, когда исповедовалась несколько лет назад, да, я настолько, вот, у меня тряслось всё внутри, мне настолько было страшно, я не могла проговорить это. То есть, в нашем храме разрешается написать всё на листочке. То есть, прям вот берёте листочек и пишете, каюсь в грехах своих, и перечисляете, там, сквернословила, осуждала, там, угала и так далее. То есть, вот, все свои грехи, которые, вот, ваши, которые, они у вас в душе просто горят, да, и вы хотите исповедаться перед причастием, вы не должны ни в коем случае ничего утаивать, вы должны вот просто, как на духу, всё, что у вас в душе накипело, да, вы всё должны это на исповеди рассказать священнику. Не можете рассказать, напишите в записочке. Вот, я, когда первый раз исповедовалась, пока, вот, когда священник накрыл меня эпитрахилией, пока он читал мои грехи, просто у меня слёзы градом текли, и внутри всё горело, кипело, и было очень стыдно. Стыдно, в первую очередь, перед Богом, да, вот, хотя он и так знает всё. Мы только встали с утра, подумали, он уже знает все наши помыслы, и всё наперёд, скажем так, вот, от него ничего не утаишь. Ни один волос не упадёт с головы без его, скажем так, ведома, да. Вот, поэтому главное, чтобы всё было от души. Готовиться к причастию нужно три дня попаститься, нужно, вот, потом существует в каждом, ну, я думаю, что у каждого верующего человека есть дома молитвослов, да, и в каждом молитвослове есть каноны ко причастию и последования ко причастию. Вот, их нужно за вот эти три дня, можно постепенно, каждый вечер по чуть-чуть, да, можно сразу, если у вас хватит на это силы духовной, да, и телесной, вот, вы можете, ну, как-то готовиться постепенно, как, например, делаю я. Если я знаю, что в воскресенье буду причащаться, я уже, начиная с четверга, начинаю поститься, начинаю постепенно вычитывать молитвы. Допустим, в четверг я могу каноны в пятницу почитать, в субботу последование ко причастию. Вот, и обязательно накануне причастия, то есть в субботу обычно у нас это вот в три часа дня, вечерняя служба, нужно постоять на вечерней службе, вот, то есть полностью подготовиться, да, и в воскресенье уже прийти рано утром на исповедь, естественно, ничего не кушать, с утра натощак, да, вы должны прийти на исповедь, исповедаться и затем уже во время литургии причаститься. Вот, думаю, на ваш вопрос я ответила. Следующий вопрос задала Марина Кузнецова. Как правильно в храме благодарить служащих и можно ли одновременно ставить свечи за здравие и за упокой? Мариночка, я не совсем поняла ваш вопрос. Как правильно в храме благодарить служащих? Да, обычно, обычно по-православному, если вы в храме обратились к кому-то, да, и кто-то вам помог, мы обычно как говорим? Спаси Господи, да, спаси тебя Господь, что имеем в виду. Вот, вообще, знаете, слова, слова не очень, вот если вдуматься, я раньше не задумывалась, а на самом деле они имеют такой глубокий смысл, да, вот мы просто даже говорим спасибо, да, спасибо, спасибо Бог. Поэтому мы говорим в храме спаси Господи, вот, да, или там, к примеру, воскресенье, да, Христос воскрес, воскресенье, каждое воскресенье мы, для нас это как маленькая Пасха, мы празднуем, да, этот день, вот, или там, допустим, целоваться, да, то есть целоваться со своим там мужем, да, с женой, то есть стать одним целым, вот. Вот, или какие еще есть вот слова интересные, я недавно задумывалась, знаете, это очень интересно, или человек, да, человек, век, век проживи, вот, человек, вот, очень тоже интересно, или само слово причастие, причащение, да, то есть это значит быть частью Бога, быть одним целым с Ним, вот. Вот, и, или, когда говорят раб Божий, да, раб Божий, это не имеется в виду, что вот я там раб Божий, да, ну, то есть, с одной стороны, да, если я служу Богу, я раб Божий, но я это больше, знаете, как, подразумеваю, как раб, это соработник, то есть, если Господь дал нам заповеди, да, и если мы стараемся выполнять эти заповеди и жить по ним, то мы являемся соработниками Божьими. И благодарить от души главное, да, и ставить свечи за здравие, за упокой, ну, а почему нет, да, вы подошли к одним иконам, вы поставили свечи о здравии своих родных и близких, да, там, помолились за них, а к поминальному столу вы подошли и поставили свечи за упокой своих усопших сродников. То есть, не вижу, как бы, в этом вопросе ничего такого, что, как бы, можно ли одновременно. Конечно, можно, если вы пришли на литургию, пришли в храм, помолились там, помолились здесь, вот, главное все от души, главное все, друзья, от души. Вот, и еще хочу ответить на один комментарий, очень длинный комментарий, который я не могу на него не ответить. Вот, Алла Остапчук написала. Сам себе не соврешь. Вот, видите, инстинкт душевный работает. Наталья открыла кулинарный канал, а на кулинарном канале показывает, как она каждый день расчесывает волосы, красит губы, собирается петь в клуб. Конечно, это видео не набирает лайков. Вот, она начала рассказывать всем, как она ходит в церковь и верит. Люди ведутся, но это недолго. Снимает себя, как она там поет, уже дает даже уроки правильного поведения и верования. Это все за лайки. Очень прискорбна Наталья, но искренняя и чистая вера, она в душе человека. Там, в тайне души, а не на показ. Вернее, там, в тайне души, а не на показ. Потому и называется святое таинство каждой души. Да, это тайна, когда открываешь свою душу перед нашим Господом и просишь прощения и помощи за свои грехи. Это не объяснить словами. Это нужно чувствовать, верить, каяться и всегда быть угодным Богу. Это сокровенное таинство души. Но не навыпендрешь и не перед зеркалом. Смотрите, мол, какая я красивая. Мне стыдно за тебя, Наталья. В каждой церкви продается литература, азы православия и так далее. Там все конкретно написано, как вести себя в церкви, молиться, готовиться к причастию и так далее. Надеюсь, Наталья, что вы своей святостью и верой в Бога не удалите, не уничтожите мой комментарий. Алла, я не только не уничтожу ваш комментарий, я не собираюсь этого делать, потому что это ваше мнение, оно имеет место быть. Здесь в этом комментарии не последовало никаких оскорблений в мою сторону, за что уже спасибо. Я удаляю комментарии и блокирую людей. Только те, от которых конкретно идут оскорбления или проклятия. Что касается вашего комментария, мне хотелось бы прям, знаете, пошагово ответить. Во-первых, как вести себя в церкви и как готовиться к исповеди, к причастию. Я с вами согласна, в храме, в любом храме всегда продается православная литература, воцерковление, азы православия. Я с вами согласна, люди могут, если захотят, купить и все это изучать. Да и на просторах интернета очень-очень много сейчас вопросов, ответов, пожалуйста, на любой, как говорится, вкус и цвет. И я никогда свою веру никому не навязывала, не навязываю и никого никогда не учу. В общем, люди задают мне вопросы, да, как верующему человеку, потому что видят, что я хожу в храм, что я езжу по святым местам, я показываю, куда я езжу, зачем я езжу. Вот, я просто веду видеоблог о моей жизни. Люди задают вопросы, я на них отвечаю. Если меня не спросят, я никогда не отвечу и никого не буду поучать, как правильно приходить в храм, как причащаться, как молиться и так далее. Вот, дальше, вы открыли кулинарный канал и каждый день показываете, как расчесывать волосы, красить губы, собираться в клуб, петь и так далее. Во-первых, я никогда в жизни не открывала кулинарный канал, Алла, это заблуждение. Я открыла свой канал два года назад, вернее, это мои дети сподвигли меня на это, мой сын давно меня уговаривал, еще когда был, наверное, в шестом или в седьмом классе. Мама, ну займись, вот, давай откроем тебе канал на ютубе, у тебя все получится, у тебя такая яркая, интересная жизнь, ты просто будешь обо всем показывать, рассказывать. Вот, и как бы это, говорит, неплохой заработок, это неплохая инвестиция в старость. То есть, меня долго очень уговаривали дети, я не решалась, я не решалась, потому что, ну, как бы, думала, да нет, ютуб, это все, это не мое, и я не смогу, и как так. Я потом, вы знаете, я очень много советовалась с другими блогерами, на тот момент уже была блогером моя, вот, Кумуля Ритуля, которая крестная мама моей Танюшки, да, и я спрашивала, говорю, Кума, вот, я не знаю, получится ли у меня или нет, она говорила, у тебя все получится, ты начни и посмотришь, тебе понравится. И я очень ее благодарю, потому что первые мои подписчики пришли ко мне благодаря моей Кумочке. Спасибо, Кумулечка, тебе огромное, я знаю, что ты этот ролик увидишь. Вот, потом в дальнейшем, да, я когда стала снимать на ютуб, я познакомилась с Любой Ким, которая, вот, она сама меня нашла, да, начала писать мне комментарии, потом мы встретились в центре, поговорили, познакомились. Потом она тоже мне помогла, благодаря ей, можно сказать, пришли все остальные, я очень ей благодарна, но я всегда говорю, если бы я людям не нравилась, даже все те подписчики, которые ко мне пришли от Любы и от Риты, да, я думаю, они бы меня просто не смотрели. Вот, и кулинарный канал я никогда не открывала, изначально, когда мой сын открыл мне мой канал, он назывался Наталья Лим, видеоблог о моей жизни. И если вы посмотрите самое первое мое видео, где я вот здесь, на этом месте сижу в красном платье, и мое знакомство со зрителем, я там говорю, что всем привет, я мастер маникюра, педикюра, наращивания ногтей. На этом канале вы увидите все, чем я занимаюсь, чем я живу, да, мои кулинарные способности, то, как я пою, то есть мой канал, все про все и обо всем. И если я показываю в видеороликах, как я готовлю, да, там иногда какие-то блюда, которые, в принципе, вот в жизни все мы, каждый день мы готовим, да, ну, я не знаю, почему вы сделали такие выводы, что у меня кулинарный канал. Что касается расчесывания волос и то, что я крашу губы, ну, извините, я люблю за собой ухаживать, да, я крашу губы, да, я показываю зачастую в своих роликах, как нам, женщинам, ухаживать за собой, и как нам, женщинам, научиться любить себя и уважать себя. Вот, и некрасивых женщин не бывает, бывают неухоженные, вот, и не вижу в этом ничего плохого. И, по-вашему, если я человек верующий, мне что, надеть, значит, платок, здесь, значит, все вот такую, сделать себе морду кирпичом, все, я теперь верующая, ко мне вообще никто не подходить, и я тут вообще, я не крашусь, я не пою, и я вообще ничего не делаю. Я только хожу, вот, и молюсь, и молюсь, и молюсь. Я не монахиня, я в прошлом видеоролике говорила, что я не святая, я живая, грешная, вот, и не вижу в этом ничего плохого, и пою на сцене песни, я не вульгарная, одеваюсь не вульгарно, и, ну, как бы, вы уж меня извините, конечно, вот мне как-то написали, вот, вы занимаетесь самолюбованием и живете в свое удовольствие. Простите, а в чье удовольствие я должна жить? Вот, и, как бы, я живу в удовольствии себя, своей семьи, своих детей, вот, и по возможности помогаю другим людям, вот, но, как бы, осуждать меня за это, вы меня извините, мы живем в миру, и еще раз повторюсь, если я крашу губы, это не значит, что у меня от этого, знаете, там, душа плохая, как вы написали, что это вера, это таинство души. Я с вами согласна, но я, да, я иду в храм, я плачу, и свою душу я открываю полностью там, а здесь на ютубе я всего лишь отвечаю на вопросы поверхностно, как я знаю, мое понимание, которое я никому не навязываю, люди спрашивают, я отвечаю. Поэтому я сейчас, Алла, отвечаю вам на этот комментарий не для того, чтобы как-то оправдываться, да, а просто, чтобы другие люди, у которых, может быть, тоже сложилось такое впечатление, что я вот сегодня, значит, крашу губы, а завтра иду в храм, что я вот от этого, знаете, какая-то лицемерная, да, лицемерка или идет какое-то лукавство с моей стороны, нет, этого нет, я такая, какая я есть, вот, и если, как вы пишете, вам за меня стыдно, не смотрите меня, вот и все. Идите, пожалуйста, с Богом, с моего канала на другие каналы, которые вам интересны, где вы видите полную стопроцентную искренность от людей, пожалуйста, всего доброго вам, вот, я никому себя не навязываю, я не гонюсь, как вы сказали, за лайками, слава Богу, на сегодняшний день у меня все есть, я живу в полном достатке, YouTube для меня на данный момент больше, как, знаете, как хобби, вот, и получится, как говорит мой сын, зарабатывать на нем и в старости не нуждаться, не жить на нашу, к сожалению, нищенскую в нашей стране пенсию, да, а иметь какой-то доход с YouTube, получится, слава Богу, не получится, дай Бог, просто вот мне это в удовольствие, вот и все, я ни перед кем не выпендриваюсь, я никого не хочу ни в чем убеждать и учить, нравится, смотрите, не нравится, пожалуйста, есть там вот кнопочка, колокольчик, отписались, закрыли, забыли вообще на всю жизнь, кто такая Наталья Лим и живете своей прекрасной жизнью, вот, поэтому мы вот, знаете, недавно даже вот с Любой разговаривали, да, с Любой Ким, я говорю, Люб, вот знаешь, не знаю, я очень ей благодарна, в первую очередь за то, что, знаете, она мой мотиватор, и вы не представляете, сколько раз я хотела закрыть канал и удалить вообще все видео, но она мне всегда говорила, Наташ, люди разные, людей много, и, ну, злые люди, я прекрасно понимаю, что они в этом не виноваты, там бесики крутят, вот, поэтому она говорит, Наташ, снимай, у тебя прекрасно все получается, ты видишь, ты стараешься, и ты сама видишь, что люди идут, если бы было все плохо, они бы не шли, они бы не оставались на этом канале, как бы я там тебя не рекламировала или кто-то, вот, поэтому снимай, говорит, и, понимаешь, всем не угодишь, и не делай, говорит, добра, чтобы не получить зла, я, говорит, в этом тоже уже убедилась не раз, вот, даже недавно, да, Люба проводила стрим и говорила об Виталике и Ангелине, которых я, кстати, тоже с удовольствием смотрю, вот, и видела, как они с нуля все действительно начинали, и вот Люба плакала в эфире, да, и она говорит, ты не представляешь, сколько потом злых было комментариев по поводу того, что все это, во-первых, на показ, а во-вторых, что вот Ангелина и Виталик, что вот они все спланировали, чтобы хайпануть, они забрали документы, значит, и все такое, вот, знаете, я, конечно, тоже в свое время хватанула, скажем так, от своей доброты какой-то, да, когда история касалась Кристиночки, Царствие Небесное, вот, и просто хотелось помочь человеку хоть как-то, а мне там потом столько комментариев прилетело и мошенница, и попрошайка, и там, и все такое, которое я, конечно же, удалила, людей заблокировала, вот, потому что я не раз говорила, что я не допущу грязи на своем канале, вот, и что касается Виталика и Ангелины, у людей действительно горе, и, знаете, хайповать на этом и делать это все запланированно, я считаю, что, когда я смотрела, когда этот Виталик своими руками, просто избивая их в кровь, на вот этих коленках кровяных ползал, укладывал эту плитку, строил этот дом, эту баню, этот бассейн, сколько он вложил туда своего труда, этой любви своей, души своей, и Ангелина ему во всем помогала, и взять сейчас вот просто оставить всех там животных в доме, да, своих, поджечь, взять документы, уехать в гости, то есть планировать это все ради хайпа, ради лайков, ради того, чтобы заработать на Ютубе, но вы меня извините, это просто как-то, я считаю, это не по-людски даже думать так, это не по-людски, это, я не знаю, у меня просто не было слов, когда я смотрела, вот, и поэтому мы поняли с любой одно, всем всего не докажешь, и доказывать, наверное, не надо, кто нас любит, пожалуйста, смотрите, кто нас не любит, пожалуйста, не смотрите, отписывайтесь, мы никому зла не желаем, вот, мы живем своей жизнью, мы делимся с вами, может быть, даже и чрезмерно где-то, да, делимся с вами своей личной жизнью, мы растим своих детей, мы никому не, еще раз повторюсь, не желаем зла, никого не осуждаем, вот, и хочется только одного, чтобы в этом и так, знаете, сложном мире, люди просто стали хоть чуточку, хоть чуточку, хоть капельку друг другу добрее, вот, и если вам что-то не нравится, да, в людях, ну, постарайтесь пережить это как-то сами, в своей душе, вот, не обязательно ставить нас об этом в известность. Надеюсь, друзья, я ответила всем на вопросы, вот, и в конце, да, в завершении моего такого, скажем, монолога, хочется, наверное, как-то себе и вам поднять хоть немножко настроение, а как можно его поднять, будем петь, друзья. Песен я знаю много, и современных тоже, вот мне часто говорят, Наталья, почему вы не поете молодежные песни, да, пою я молодежные песни, прекрасные песни, много хороших песен, но много и таких, которые, знаете, сейчас, вот, ну, мне не хочется их петь. Я люблю песни душевные, вот, и поэтому спою сегодня для вас песня Рады Рай «Два берега». Ночь была с ливнями, и трава в рассе, Про меня счастливая говорили все, И сама я верила Сердцу вопреки, Мы с тобой два берега У одной реки Утки все парами, Как с волной волна Все девчата с парнями Только я одна Я ждала и верила Сердцу вопреки Мы с тобой два берега У одной реки Я ждала и верила Сердцу вопреки Мы с тобой два берега У одной реки Ночь была, был рассвет, Словно тень крыла У меня у меня Я тебя Я ждала, всё ждала и верила, сердцу вопреки. Мы с тобой два берега у одной реки. Всё ждала и верила, сердцу вопреки, мы с тобой два берега у одной реки. Так что вот так, друзья. Всем желаю хорошего настроения, хорошего дня. Река – это жизнь, и мы с тобой два берега у одной реки. И как ни крути, мы все, друзья, с вами люди, и давайте жить по-людски, по-человечески. Всё, сейчас мне нужно заняться обедом. На обед сегодня решила Лёше сделать обычный соус. Кусок говядины порезала кусочками. Сейчас обжарится, добавлю морковь, специи, картошку. Мясо слегка обжарилось, теперь сюда бросаю лук, морковь, лук половинки. Причину вы знаете, мелко не могу его покрошить. Чуть-чуть адыгейской соли, потом буду засаливать по вкусу. Чёрный перец, красная паприка, сладкая, неустрая паприка, и чуть-чуть сушёной аджики. Всё, поджариваем дальше. Морковочка чуть поджарилась, добавляю воду. Мясо покипело, картофель пошёл. Закрываем крышкой и тушим. Практически через 10 минут буду выключать. Добавила пару зубчиков мелко нарезанного чеснока. Соус готов. В моём доме главное, чтобы депутат был сыт. Тогда можно жить спокойно и заниматься своими делами дальше. Приятного аппетита всем, кто ест. У Лёши соус, а у меня моя любимая хамса. Сейчас сезон, что хамса, что селёдка. Жирная, вкусная, просто обалденная. Мне, честно сказать, если есть такая рыба в доме, в ней чёрная икра не нужна. Кайф. Так, всё, кушать наготовила. В доме чисто. Можно немножечко и собой позаниматься. Сейчас, друзья, у нас зима. И кожа очень сухая на лице. Вот хочу, у меня тут залежалась в холодильнике, уже такая начинает жухнуть петрушка. Если помните, я вам показывала мою книгу рецептов. Не мою книгу, а книгу рецептов для красоты, которая у меня имеется. Вот. И я уже вот этот рецепт когда-то делала, мне очень понравился. Хочу сейчас повторить. Просто вот так нужно для начала мелко нашинковать петрушку. Чем мельче, тем лучше. Дальше я эту нарезанную петрушку заливаю кипятком в соотношении один к одному. Вот примерно сколько у вас петрушки, и сколько должно быть и кипятка. Все. Перемешала. Накрываю полотенчиком. И пусть это все постоит полчаса. Вот, друзья, полученный отвар я процедила, разлила по вот таким вот ячеечкам. И поставлю в морозилку. И каждый день хорошо вот этими кубиками льда протирать лицо. Ну, я думаю, что этот рецепт не новый. Многие о нем знают. И он проверенный, старый, хороший рецепт. Вот. Но то, что он замечательно действует на кожу, я убедилась на себе. Вот. Во-первых, кожа меньше шелушится, она бархатная. И петрушка еще обладает очень хорошим отбеливающим средством. Поэтому вот так, друзья. Напоследок хочу сказать. А, напоследок я скажу. Напоследок хочу сказать вам, друзья, что самое главное в этой жизни, да, нести в эту жизнь добро, заниматься тем, что нравится тебе, а не в угоду кому-то, да, ухаживать за собой, в каком бы возрасте вы не были, чем бы вы ни занимались, милые женщины, ухаживайте за собой. Себя нужно тоже любить. И живем мы один раз. Вот. И поэтому я очень хочу, чтобы вы все относились к жизни как-то с любовью и к жизни, и к себе. Вот. И самое главное, никого не осуждали. Вот. У каждого свой путь. У каждого своя жизнь. И каждый ответит за свою жизнь. Сам. Вот. А то, знаете, у нас многие к Богу относятся как к спонсору. И приходят в храм один раз в год на Пасху куличи свои побрызгать, да, еще и зачастую даже не заходя в храм, во дворе побрызгают и уходят. И относятся к Богу как к спонсору. Вот. Ты мне дай, ты мне, Господи, дай, когда мне надо. А прийти просто поблагодарить, постоять литургию, поставить свечи, помолиться, поблагодарить, сказать, Господи, да спасибо Тебе, что начался новый день, что я вижу, слышу, что у меня есть руки, что руки, что еще ходят ноги, что рядом родные и близкие, и за многое другое. Вот, к сожалению, мы все время ищем отговорки, у меня нет времени ходить часто в храм. Я думаю, что просто нет желания, потому что кто хочет, тот всегда найдет время. Не зря же, да, Господь говорил, и в Евангелии написано, шесть дней трудись, а седьмой отдай Богу. И я думаю, в воскресенье прийти на литургию и постоять эти два с половиной часа, послушать, помолиться, да, поплакать о своих грехах каких-то. Я думаю, что каждый мог бы найти это время, если бы было желание. Вот, но я не хочу никого осуждать, я не хочу никого судить. Еще раз повторюсь, каждому будет дано по вере его. У каждого своя жизнь, каждый занимается тем, чем хочет. Вот, все, друзья. Прошу отнестись с пониманием к моему сегодняшнему ролику. Всех люблю. Всем хорошего настроения. Всем пока. До новых встреч.